Всем привет, дорогие друзья! С вами Никита, НП Павер. И давайте мы сегодня поделаем растяжечку. Комплекс будет совсем для деревянных людей. Итак, начнем с шеи. Ножки чуть шире плеч, взгляд прямо. Опускаем шею вниз. Подбородком стараемся коснуться груди. Ручками немножко себя продавливаем. Дальше наклончик назад. Максимально тянем. И еще один разочек. Наклоняем шею вниз. Подбородком касаемся груди. И немножко ручками продавливаем себя. И опять назад. Сделали, отлично. Дальше. Повороты влево-вправо. Стараемся максимально. В одну сторону и в другую. И так несколько разочков. Теперь смотрите, друзья. Если у вас дома завалялись резиновые петли, либо, я не знаю, какая-нибудь веревка, да, делаем вот что. Становимся одной ножкой. Ну, допустим, вот эта резиновая петля. Наклончик шеи делаем влево. И при этом правое плечо мы тянем максимально вниз, да, за счет резиновой петли, либо что у вас есть, веревка. И чувствуете, как у вас шея вот здесь вот тянется, вот прям вообще вот это вот растяжение. В одну сторону потянули. Точно так же в другую сторону. Наклон вправо. При этом левое плечо тянем вниз. И максимально чувствуете вот здесь вот растяжение. Вот как тянется прям шея хорошо. И давайте еще по одному разочку. Наступаем. Стоим ровненько. Поворачиваем в левую сторону шею. Правое плечо тянем вниз. И вот тут прям хорошее растяжение идет. В одну сторону и в другую. Ровно встали. Шея вправо. Левое плечо тяну вниз. Все, опять вот растяжение пошло. Сделали? Отлично. Друзья, последнее упражнение можно делать без петли, но с петлей просто более эффективнее. А без петли точно так же. Наклон шеи влево. При этом правое плечо тянем вниз. И вот точно так же мы чувствуем растяжение на одну сторону и на другую. Шею вправо, левое плечо вниз. Просто с петлей, да, либо с резинкой. Натяжение будет сильнее, и прям шею будет очень отлично растягиваться. Друзья, дальше мы будем с вами тянуть плечи и грудь. Для этого нам понадобится опять резиновая петля, либо какая-то веревка. Но почему лучше с резиновой петлей? Так как более безопаснее и суставы не очень будут сильно выламывать. Берем петлю, да, прям максимально на кончике. И выворачиваем назад. И так 10 разочков. Соответственно, у нас и плечи выкручиваются, растягиваются, и грудь прям. В особенности очень хорошо грудное тело растягивается. Потом как 10 разочков сделаете, берете чуть поуже, если вам гибкость позволяет, да, и точно так же. Спокойненько выкручиваем. Вот. Прям грудь прям максимально растягивается. Вместе с плечами. И еще я вам хотел кое-что показать. Обычно люди тянут грудь вот так, да. Поставили одну ножку вперед, корпус более-менее вертикальный, и начинают вот так тянуть. Но это упражнение, оно менее эффективно, чем работа вот с петлей. Да, грудь тянется, но не в таком масштабе. А если мы с вами взяли петлю, вот сами смотрите. Выкручиваются и плечи, одновременно идет растяжка. Смотрите, как грудь вперед сразу выпадает. Вот она прям растягивается, прям вот это вот растяжение и связок, и мышц идет. Значит, с петлей нужно сделать 3 подходика, по 10-12 разочков, и будет достаточно. Друзья, убедительная просьба, пожалуйста, не переборщите с выбором хвата, да. А то, что сразу возьмете совсем узким. Не надо, вы себе будете выламывать локти и плечи тоже. Лучше потихонечку начинайте с максимально широкого. Вот, максимально широкий. Аккуратненько натянули. Все, вам комфортно, не больно. Чувствуете, да, то, что свободно руки идут? Значит, беремся чуть-чуть поуже. И точно так же назад выкрутили, да, 10 разочков. Чувствуем прям свободу. То, что у нас грудь прям растягивается, плечи не особо там хрустят, и нет никакой боли. Значит, все отлично. И дальше уже потихоньку, потихоньку, уже, уже, уже. Но, опять же, тут зависит, у кого какая гибкость. В плечевом суставе, в грудном отделе, потому что грудь крепится к плечу, да, у каждого ширина плеч разная и так далее. Поехали дальше. Будем тянуть широчайшие мышцы спины. Если у вас есть дверной косяк, то делаем вот такое вот упражнение. Беремся рукой, немножко подсаживаемся и начинаем вытягивать. Вот прям у нас широчайшая вот здесь вот прям вытягивается. Одну ручку потянули одну сторону. Беремся, другую ручку вот опять вытягиваем. Прям у нас широчайшка вперед вот так вот вытягивается. Очень отлично. Можно взяться двумя руками, если у вас есть место, где можно это сделать. Точно так же потянулись немножко, вот скруглили к грудному отделу. Вот тянем, тянем широчайшку. Следующая мышца у нас будет трицепс. Вариант номер один. Без петли. Ручку за голову. В данном случае левая. Берем правую ручку, давим на локоть и растягиваем. Прям давим туда, в другую, в противоположную сторону. Вот в одну сторону. Теперь правую ручку надавили и уже в левую сторону туда стараюсь тянуть. Вот у нас прям трицепс вот здесь отлично растягивает. И так проделаем несколько разочков. В одну сторону и в другую. Вариант второй. Будем тянуть одновременно и трицепс, грудь и немножко у нас будут тянуться широчайшие. В данном случае у меня здесь лежит покрышка от трактора, как я понял, да? Если у вас дома нет покрышки от трактора, тогда можете использовать стул, кровать. Показываю, что мы делаем. Становимся на четырех линейке. Значит, ставим локоточки чуть-чуть уже пречь. Ножки отводим назад. Ручки сгинаем на бицепс, да? И начинаем вот так тянуть. Облокачиваемся с одной ручки на другую. И вот так растягиваемся. Одновременно у нас тянется и трицепс, чуть-чуть грудь и очень сильно широчайшие. Тянем бицепс. Первую ручку за пальчики. Натягиваем на себя. Перевернули. Вот как разминочка у нас идет полностью. Здесь у нас растяжение. Одну ручку потянули. Потом другую. Все, сделали? Отлично. Дальше. Сложнее вариант. Становимся на четыреньки. Ставим вот так ладони. И начинаем вот так натяжение. Помимо бицепса у нас растягиваются кисти. Да, ребята, от этого упражнения у вас будут болеть кисти. Но только так они будут тянуться. Потом со временем руки прирукают и боли проходят. Вариант посложнее. Уже стоим не на коленочках, а полностью. Как в планке. И делаем натягивание, натягиваем его от натяжения. Это уже самый сложный вариант, который уже только есть. Здесь у нас прям кисти и бицепс прям очень хорошо растягиваем. Как раз вам для горизонта, для спичеков самый вариант. Но это уже посложнее. Начинаем с самого простого. Это поставили руки, коленочки как можно ближе к пальчикам. Так. Назад облокачиваемся и тянем. Можно по одной ручке. Вот, потихонечку, потихонечку. Тянули одну ручку. И другую. Следующее упражнение будет для тех, кто не может докоснуться ладошками пола. Когда вы ставите ноги на ширине плеч, и у вас вот такой вот завал. Поясница на месте, грудной отдел скруглен максимально. Вы не можете докоснуться. Сейчас я вам покажу, что мы будем делать. Друзья, ставим ножки широко. По положению вот так. И стараемся тянуться локоточками к земле. Ножки в коленочках мы выпрямляем. Приблизительно так 21 секунду держимся. Можно немножко делать такие перекатики. С одной ножки на другую, чтобы ничего у вас там не затекало. Но главное, коленочки стараться выпрямлять. Лучки еще можно немножко так вперед. Тоже так покрутились. Опять на локоточке. Все, поднялись. Ноги ставим чуть-чуть поуже. Вот, чуть-чуть поуже поставил. Точно так же стараемся локоточками тянуться к земле. Коленочки мы выпрямляем насколько можем. Мы стараемся держать полностью прямыми. Перекатываемся с одной на другую ножку, чтобы у нас так же ничего там не затекало. Все, держимся. Опять ладошки вперед. Потянули себе в одну сторону, чуть поднажали в другую. Отлично, точно так же там 21 секунду приблизительно. Сейчас будет вариант посложнее, потому что мы ножки ставим еще уже. Сначала тянем с ладошками. Сделаем небольшие перекатики с одной стороны на другую. Ладошки вперед, на носочки вышли. Все. Коснулись локоточками, стоим 21 секундочку. Стараемся ножки выпрямлять. Так же можно перекатики поделать. Это вариант уже посложнее, потому что ножки уже не так широко стоят. Опять понажимали в одну сторону, в другую. Локоточки. И дальше проделываем точно так же. Уже, 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 уже. Ставим ножки на ширине плеч. Сгибаем в коленочках. Ладошки положили на землю. Начинаем разгибать. Вот, разогнули. Согнули. Когда сгибаем коленочки, делаем вдох. Разгибаем выдох. Стоим. Левую коленочку сгибаем. Правая прямая. И делаем перекатики. Теперь правую сгибаем. Левая прямая. Несколько разочков так. Дальше коленочки согнули. Ладошки поставили вперед. Делаем вдох. На усилие выдох. Спинку стараемся держать прямой. В грудном отделе мы ее не округлим. Спокойненько дышим. Делаем перекатики. Опять коленочки согнули. Ладошки ближе к носочкам. Сделали вдох. На усилие выдох. Ставим ровненько дышим. Можно носочки поднять. Перекатики. И совсем сложные ножки согнули. Ладошки рядом с голеностопчиками. Выдох. Стоим. По мере роста гибкости ножки нужно стараться соединить вместе. Потихонечку, потихонечку, потихонечку приближаем, приближаем. И потом сможем уже вот так. Спокойненько. Ножки вниз. Кладем что-нибудь на пол. У меня есть кофта. И ложимся на спор. Поднимаем одну ножку вверх. Носочек у нас смотрит вверх. Беремся за ножку. Никаких резиновых петель. Тянем на себя. Насколько мы можем. Коленочку по меру возможности стараемся выпрямлять. Потихонечку вот такими вот покачиваниями тянем на себя. Правая ножка лежит полностью практически на земле. Носочек смотрит вверх. Никуда мы не поворачиваем. Ну и потихоньку вот так тянем. Одну ножку. Потом другую. Точно так же носочек смотрит вверх. На себя. Стараемся расслабиться. Не думать о боли. Естественно тут под коленкой будут связочки сильно тянуться. Бицепс бедра, ягодичные. Тянем на сколько можем. И еще разочек. Вариант посложнее. Носочек уже смотрит не вверх. Натягиваем его на себя. И у нас сразу связки полностью натягиваются. Особенно под коленкой, бицепс бедра. Так же тянем. Но уже если у меня левая нога, значит правую ручку ставлю на себя. Аккуратненько, подконтрольно, потихонечку. Не надо делать резких движений. Спокойненько тянем. Связочки у нас находятся в натяжении. Потихонечку, потихонечку. Одну сторону и другую. Раз уж поднял правую ногу, значит берем с левой ручкой. Потихонечку. Вот, носочек натянут, связочки полностью натянут. И на себя тянем. Спокойненько. У нас задачи нет сесть на шпагат. Нас просто потянуть. Бицепс бедра, связочки под коленкой, ягодицы. И еще по одному разочку каждую ножку. Что делать тем, у кого нога поднимается ниже 90 градусов? Вы ложитесь так же на спину, приподнимаете немножко корпус, беретесь за ножку и потихонечку, потихонечку стараетесь лечь. Друзья, ставим ножки на ту ширину, которая вам будет комфортна. Ну, мне вот такая вот более-менее, да, нормально. Сначала носочек смотрят у нас вперед, да, чтобы у нас связочки не были натянуты. Такими небольшими покачиваниями. Ну, стараемся с более-менее ровной спинкой вперед. Насколько можем. Нет, задача у нас прям насильно туда вперед себя продавить. Потом так же носочек только натягиваем на себя, да, у нас связочки полностью здесь натянулись. Еще более аккуратно делаем такие небольшие покачи. Спокойненько, без боли, спинку стараемся держать ровненько. Пена у вас будет спина все ниже, ниже, ниже опускаться. Ну, а дальше вы сможете вот такую складочку сделать. Ложимся, спокойно лежим. Стараемся грудью лечь. Вот и все. Вот так спокойненько тянемся. У нас нет задачи насильно делать лечь. Просто спокойными вот такими вот покачиваниями. Следующее упражнение у нас наподобие складочки ноги вместе. Носочек также у нас смотрит вперед. И небольшими покачиваниями. Стараемся грудь не скруглять, как, да, вот так. Вот, грудной отдел у нас прямой. И потихонечку такими покачиваниями. У нас нет задачи сделать прям складку, как у гимнастов. Но задача просто потянуться. Спокойненько тянемся. Точно так же носочки натянули на себя. Связочки полностью натянуты. Протянемся. Если ручками не можем взяться, беремся за голень. Вот так, потихонечку. Ну, а если можем взяться, да, за пяточки. Вот так себя протягиваем вперед. Вот и все. Друзья, вот такой вот у нас получился комплекс для деревянной. Не обращайте внимания на мою такую амплитуду. Делайте с той амплитудой, с которой вам комфортно, чтобы не было у вас адской боли. На этом все. С вами был Никита НППАВАР. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если хотите увидеть новые видео со мной, пишите, да, научу вас делать вот горизонт, например.